Факторы, влияющие на формирование и эволюцию формы государства. Факторы влияющие. Форма государства зависит от многих факторов. Среди них решающее значение имеет конкретно исторические условия, в которых государство возникло и в которых оно развивается. Поэтому в мире нет абсолютно одинаковых государств с одинаковой формой. И чтобы не рассматривать их хаотично, мы выделим три группы факторов. Первый фактор – это территориально-географические. Вторые – это внутренние факторы. И третий – это внешние факторы. Территориально-географические факторы, внутренние и внешние факторы. Итак, что относится к территориально-географическим факторам, влияющим, соответственно, на формирование и эволюцию формы государства? Территориальное устройство, в первую очередь. И размер территории. Размер территории. Считается, что чем больше государства, тем больше вероятности, что его территориальное устройство будет федерация. А чем меньше государства, тем больше вероятности, что это будет унитарное государство, простое государство. Что еще? Какой территориально-географический? Ну, наличие на территории государства крупных географических объектов. Например, горные хребты. По территории государства проходят горные хребты. Вот такой фактор, он свидетельствует о том, что, как правило, государство, на территории которого находятся такие крупные географические объекты, будет иметь устройство федеративное. Как правило, федеративное устройство. Также считается, что влияют климатические условия. Но с климатическими условиями очень интересно. Концепция была еще средневекована, даже не средневекована, но ученого эпохи просвещения. Он говорил о том, что, наверное, слышали, что южные народы, они более темпераментные, более свободолюбивые, и поэтому для них характерна федерация, то есть самостоятельность такая некая. А северные народы, они более сдержанные, более такие уравновешенные, не такие горячие. Для них унитарная форма самая то. То есть климатические условия тоже сюда относятся. Ну и расположение государства, то есть наличие выхода к морю, остров, полуостров, наличие ресурсов. То есть вот это все, такие территориальные географические факторы влияют на формирование, эволюцию форм государства. Теперь внутренние факторы. Внутренние факторы. Но это те факторы, которые внутри страны. Они тоже, естественно, влияют на формирование, эволюцию форм государства. Они внутри себя сами разделяются на три блока. Это экономические факторы, социально-духовные и политические. Что касается экономические. Экономические факторы. Ну, например, мы возьмем тип экономики. Вот какой тип экономики в государстве, соответственно, это влияет и на политический режим, и на форму территориального устройства, ну и на форму правления тоже зачастую может повлиять. Например, в Советском Союзе была плановая экономика, распределительная экономика. Это когда директивы спускались с центра, и все их исполняли. Вот такая централизованная форма правления в государстве была. А сегодня мы переходим к рыночной экономике. Соответственно, у нас будут другие методы, другие режимы. Другая форма правления применяться. То есть вот такой экономический фактор. Следующий фактор – это социально-духовный. Сюда относятся национальный состав населения. Тоже влияет на форму государства. Национальный состав населения. Взаимоотношения государства и религии. Традиции, обычаи и культура, которые сформировались в данном государстве. Тоже влияет. И также к внутренним факторам относятся политические факторы. Третье – политические. Так, внутренние факторы. Три группы – экономические, социально-духовные и политические. Мы с вами назвали экономические и социально-духовные. Да? Назвали? И теперь у нас политические. Политические внутренние факторы, которые влияют на формирование, эволюцию формы государства. Степень политической активности населения и уровень политического сознания общества. Это тоже влияет, естественно. Расстановка вообще политических сил в государстве. Есть ли в государстве политические партии или одна единственная партия, как было в советское время. Насколько вообще их степень влияния на процессы, которые происходят в государстве. Это тоже все оказывает влияние на форму государства. И третья группа факторов – это внешние факторы. Внешние факторы, в первую очередь, это политическое окружение. Политическое окружение и зависит от того, насколько оно дружественное или недружественное государству. Насколько оно способно оказывать давление на государство, давление политического и экономического характера. А смысл в том, что некоторые государства, они ведь могут оказывать не только политическое давление, а навязывать путем этого политического давления определенные элементы формы государства. За примерами здесь далеко ходить не надо. Мы знаем, есть у нас на политической арене государство, которое играет роль мирового полицейского. И если оно считает, что в некоторых государствах политический режим нарушает права человека, оно считает возможным вмешаться и, собственно, изменить политический режим. То есть это как раз тот самый внешний фактор, который существенным образом может повлиять на форму государства. В частности, на смену ее политического режима. Ну и далее государственного устройства и так далее.